Следующий вопрос. Вы записывали недавно и обращение к депутатам, я смотрела на вашей страничке в социальной сети, и вообще комментировали после сессии покупку Юракадемии. Потом один из депутатов городского совета, Александр Михайлович Рыбаков, написал достаточно большую публикацию о том, что в целом он считает покупку очень правильной, и на это здание есть очень много планов, и вообще там хотят объединить несколько, скажем так, структур, и вот больше всего то, о чем он писал, это про ЦНАП, что вот в одном месте будет все. Что вы можете вот в двух словах сказать по этому вопросу? Там очень большая публикация, я даже видела, что вы начинали ее обсуждать в комментариях, вот просто для наших подписчиков. Расставляем последние акценты, точки в этой теме и закрываем ее. Ну, давайте так, начнем. Я, может быть, уже и не хотел комментировать это все, ну, как бы люди все услышали, никопольчане, каждый сделал свой вывод, да, но мне все равно было интересно, вот после комментариев депутатов некоторых, после моего интервью, после моего обращения к никопольчанам и к депутатам, мне было интересно, кто же начнет оправдывать эту покупку. Может быть, я где-то не прав, ну, все же люди ошибаются, да, вот. Но то, что мы увидели в соцсетях, ну, для меня большого сюрприза, это сюрпризом не оказалось. Это все тот же Александр Михайлович, который вкидывается за городскую власть всегда, вот, и исполнительная власть нашего города, да, в лице там комментарии я видел начальников отделов, специалистов, даже знаю, снимали интервью, ходили, брали там мнения и тому подобное, то есть, я по этому вопросу хочу сказать так. Вопрос о покупке мы снимаем, он уже случился, это факт. Сейчас идет механизм уже, сам процесс покупки. Решение подписано, решение сессии вступило в силу, поэтому на эту тему мы уже не говорим. Но мы поговорим немножко на другую тему. Ну, Александр Рыбаков сказал частично свое мнение, хотя то наполнение его публикации, которое было, я сразу дал комментарий под его публикацией и написал, что его публикация вызвала еще больше вопросов, на которые я не буду в Фейсбуке отвечать, но я, может быть, запишу интервью. Ну, вот мы как бы и к этому подошли, да. То есть, Александр Михайлович уже депутат со стажем. Это человек, который реально разбирается в спорте, он не последний в юриспреденсии. Но когда его, скажем так, сознательно или несознательно подставляют под технические вопросы и под вопросы, в которых он слабо разбирается, вот здесь я бы, наверное, на его месте более был аккуратный. Ну, давайте так. Я выбрал порядка 15 вопросов по этой публикации, но я о них говорить не буду. Это уже такие технические вопросы. Людям это неинтересно. Я остановлюсь буквально на принципиальном. То есть, смысл этой публикации свелся к тому, к нескольким вещам, что депутаты, которые не поддержали покупку Юракадемии, они против постройки ЦНАПа. Ну, то есть, это между строк четко читается. Против объединения в одном месте. Так вот, я хочу на этот вопрос ответить и Александру Михайловичу, и другим людям. Значит, никто не против постройки или покупки здания под ЦНАП. Смысл в чем? Действительно, ЦНАП, который находится у нас в полуподвальном помещении, который был открыт еще, не знаю, наверное, в 12-м году Русланом Токарем, уже тогда было понятно, что это временное решение. Это решение было быстрое, надо было сделать, и это сделали за минимальные, скажем так, деньги. Но с 2014 года до сегодняшнего дня у нас уже существует наша исполнительная власть, которая 5 лет уже работает. То есть, скажите, мы 5 лет знаем об этой проблеме, 5 лет ее успешно решаем, думаем, размышляем. Я сейчас говорю об исполнительной власти, я объясню потом, почему. Однозначно, постоянно на эту тему есть разговоры. Ну, я как секретарь совета, я их слышу и от замов, и от руководителей отделов. То есть, искали варианты найти какие-то гранды на постройку ЦНАПа. Неоднократно рассматривались варианты в существующих наших зданиях разместить ЦНАП, сделать там перепланировку, сделать там все требования, которые мы можем приблизиться к ЦНАПу. Но это все откладывалось. В старых зданиях мы делать не будем, они не соответствуют требованиям современных ЦНАПов. То есть, рассматривались здания и зала торжественных событий. Когда ушла Раиса Михайловна, по большому счету, это здание, ну, оно перестало нести свою функцию, и его начали просто забивать абы чем, чтобы только оно типа работало. Да, рассматривались и там. Рассматривалось здание Станиславского 28. По нему мы чуть-чуть позже, я вам скажу. Да, да, да. Да, рассматривался вопрос по поводу размещения ЦНАПа в исполкоме на первом этаже. Тоже можно было сделать реконструкцию, можно было перенести определенные отделы исполкома в ту же, допустим, гостиницу Родина. Но, к сожалению, на протяжении пяти лет все время были какие-то проблемы и тому подобное. И тут вдруг случилось чудо. Появилась Юра Академия. И все. И весь вопрос решился, вот только там может быть ЦНАП. Вот понимаете, насколько это абсурдно. Я, опять же, я не хочу переходить на какие-то, может, такие слова не культурные, но когда начинали, знаете, вот, надо купить здание, да, для чего? И начинают. Так, музыкальная школа там не подходит, не получилось, то-то-то. Но я повторяться не буду. То есть на сегодня я прочитал в публикации Александра Михайловича, там выложена пресс-служба, тоже выложила, как нужен ЦНАП и под что это здание купили. Это, знаете, мне напоминает, как в мультике вот эта варежка, да, там, или это. Туда напихали все. ЦНАП, образование для дорослых, игра на балалайке, глиняные эти самые. То есть, понимаете, если бы мы, депутаты, знали, что покупка этого здания повлечет за собой такое развитие в городе, то, может быть, мы бы уже и давно над этим думали. Но это шутка. Я к чему? Какие-то у нас двойные стандарты. Значит, под наши здания старые не подходят. Надо строить только новое. Юрок Академию купили, все подходит. Можно делать, да. Потом Александр Михайлович говорит, знаете, ну, это вопрос не к нему, это, наверное, к тем, которые ему там подкидывали предложение в эти публикации. Я никогда не говорил, что здание аварийное. Именно Юрок Академия. Я говорил о том, что нельзя в это здание зайти без реконструкции и ремонта под те вопросы, под которые его хотят. То, что выложили там фотографии о том, что это здание в нормальном состоянии, с этим же никто не спорит. Ну, когда говорят, знаете, мы там чуть подбелим, мы там чуть подклеим линолеум, мы там чуть подкрасим. Слушайте, что значит чуть подклеим, чуть подмажем? Это там ремонт еще Советского Союза в большинстве помещений. Я к чему это все веду? Я к тому, что в любом случае в это здание будут вложения. И когда Александр Михайлович говорит о том, что там использовали конвектора для отопления, ну, Александр Михайлович, просто я тоже не специалист, но у нас была децентрализация, и я присутствовал на многих совещаниях и на многих рабочих группах. В районе для того, чтобы обогревать электричество здания, в этом здании должна быть разрешенная электрическая мощность. Никто нам не сказал, есть она, нету. Но если исходить из того, что при Юр-Академии это было газовое отопление, то, наверное, там нету той мощности электрической, которая надо. Самый простой пример, это, я думаю, уроки физики в школе. Две с половиной тысячи квадратных метров для того, чтобы их обогреть, примерно один киловатт на десять квадратов. То есть это 250 киловатт должно быть только на отопление. Плюс высокие потолки, здание сделано из силикатного кирпича. Пообщайтесь с любым из строителей или проектировщиков, они вам скажут, это самый материал, который не энергосберегающий. И если мы будем учитывать, плюс еще освещение, плюс горячая вода, это где-то 350 киловатт должна быть разрешенная мощность электричества. Она есть там, ее навряд ли там есть. И рядом с этим зданием есть 35-й садик, если не ошибаюсь. Так вот, когда его убирали с централизованного отопления, возможности подвезти туда электричество не было. Там самая ближайшая точка была где-то на Южно-Трубном заводе. И, ну так, на секундочку, опять же, я могу в цифрах ошибаться, 1 киловатт нестандартного подсоединения, если он там свыше 250, по-моему, киловатт, это уже там идет в районе 5 тысяч, наверное. То есть вот можете посчитать, 350 киловатт умножьте на 5 тысяч, мы получаем уже полтора миллиона. Это просто за разрешение, плюс за провести, проложить. Ну, в те 5 миллионов, которые обозначили в статье, это сделать нереально. И, Александр Михайлович, ну не слушайте вы, когда вам вот эти все советчики говорят, переспросите, чтобы вы выглядели соответственно. Это то, что касается электричества, да. По поводу, очень интересное было предложение, перенос творчества юных техников с здания теплосети, которая находится на универмаге после ее закрытия, в это здание. Слушайте, ну вы хоть сами читайте то, что вы пишете. Но это я не к Александру Михайловичу, это к тем, кто вам помогал. Как можно перенести то, чего нет? В здании теплосети никакого нет юного техника. Как его можно перенести? То, что там планировалось что-то делать, это один момент. Но как можно перенести то, чего нет? Ну, это мы можем, знаете, долго на эту тему еще говорить. Вопрос следующий. ЦНАП, если мы говорим именно по ЦНАПу, там есть определенные к нему требования. То есть первое и самое основное – это объем помещений. Это доступность, то есть для людей с ограниченными возможностями. Это и люди на коляске, это и люди с плохим зрением. Ну, для вот этой категории. И это, поверьте, это тоже. Мы вот сколько сделали, ступеньки переделали на горысполкоме? Полтора миллиона, да? Ну, вы знаете, ступеньки на горысполкомы – это отдельный комментарий для нашей реализации. Это вопросы к тем, кто проводил тендер, кто делал проект. Это вопросы к ним. Но, тем не менее, я не думаю, что тут будет какой-то исключительный случай. Да, возьмите даже вот, сделайте эти работы. Сколько это денег? Ну, в пять миллионов вы не вложитесь. Вы опубликовали еще, ну, вот в фейсбуке было опубликовано Александром Михайловичем по поводу дома на Станиславского, 28. А сейчас одну секундочку, мы к дому вернемся. То есть вы думаете, что в конечном итоге из Юракадемии ЦНАП не сделают? Слушайте, ЦНАП можно сделать из всего. Нету для строителей ничего невозможного. Просто очень, ну, будет немало вложений. Вопрос в трудозатратах и во вложениях. И вопрос в конечном результате. Когда неоднократно, извините, я вас перебью, когда неоднократно мы рассматривали, как делать, допустим, в каком здании, да, всегда специалисты говорили, лучше построить новый. Слушайте, ну, у нас валом земли. Ну, даже озвучивали там 20 миллионов, за которые можно построить. Так в чем проблема? Что мы не построили в центре города? ЦНАП должен находиться в центре города. Должна быть доступность для людей с ограниченными возможностями. Должны быть требования определенные к помещениям, к развязке, к транспортной развязке. То есть, ну, я не знаю, я могу просто сказать, вот, даже если рассмотреть ту же типографию, да, кто-то был вообще в типографии, вот, в цехах, там, где стояли печатные станки. Это громаднейшие помещения. Пожалуйста, реконструируем, и получится шикарное место. Это то место, с которое без пересадки доедет любой человек с любой точки города, да. Почему мы пять лет думали, я, кстати, вот хочу посоветовать нашей исполнительной власти, побыстрее думайте и имейте смелость быстрее принимать решения. Ну, видите, мы затянули проблему, вы ее подняли, не я ее поднял. Это проблема уже очень давно. Люди, как селедки там у нас в подвале, и с этим все согласны. Александр Михайлович полностью прав, когда говорит, что там нечеловеческие условия. Ну, так кто нам виноват?